Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Стала ли для вас неожиданностью новость о таком кадровом назначении грядущем Эльвире Набиулиной в руководстве Центробанка? Ну, как я понимаю, это вообще для почти всех было неожиданностью. Характерно, что, скажем, в понедельничном журнале «Эксперт» рассматривался целый набор кандидатур, Эльвира Набиулиной там отсутствовала. То есть, при том, что «Эксперт» в общем достаточно информированный журнал, как бы, видимо, к ним утечек не поступало. Что мы знаем об Эльвире и какова ее репутация среди отечественных экономистов? Ну, Эльвира Набиулина, несомненно, грамотный экономист. Уроженка провинции, она родилась в Уфе, окончила экономфак МГУ и там же аспирантуру, там же познакомилась со своим мужем Ярославом Кузьминовым, ректором высшей школы экономики. Вот, работала в Министерстве экономики в 96-м или 97-м году, я сейчас точно не помню, она стала заместителем министра экономики. Значит, тогда им был Евгений Григорьевич Ясин, тут как-то все увязывается, такая цепочка. Потом она из Минэкономики уходила, работала, я сейчас не помню, в какой-то достаточно крупной компании, потом была приглашена в Центр стратегических разработок, который занимался в конце 99-го, начале 2000-го года. Она была программой, которая предполагалась как будущая президентская программа Путина, но поскольку выборы состоялись досрочно, то программу не успели сделать, она уже пошла как основа правительственной программы, так называемой программы Грефа. Была назначена первым заместителем министра экономического развития и торговли, как раз у Грефа, там работала. И после того, как Грефа отпустили в отставку, назначив главой Центробанка, была назначена министром экономического развития и торговли. В этой должности работала до весны прошлого года, до ухода правительства в отставку после президентских выборов. После этого была назначена советником президента вместе с группой других бывших министров. А какова была политика Сергея Игнатьева на посту главы Центробанка? В чем была его специфика монетаристской, например, его тактики? Понимаете, в общем-то, при Сергее Игнатьеве Центробанк никоим образом не конфликтовал с той линией, которую проводил Минфин. В качестве главной задачи рассматривалось поддержание финансовой стабильности, поддержание курса рубля и борьба с инфляцией. То есть такая ультрамонетаристская позиция. Мы должны сдерживать денежную массу, из-за этого будет снижаться инфляция, мы ее доведем до такого пристойного уровня в 3-4%. И как только у нас будет такая вот хорошая инфляция, да еще мы перейдем к так называемому таргетированию инфляции, то есть четко будем определять ее уровень на предстоящий период, вот тогда-то у нас польются потоком инвестиций, начнется бурный экономический рост, независимый от цен на углеводородное сырье. Модель была примерно такая. В общем, тут у Сергея Игнатьева с Алексеем Кудрином никаких противоречий не было. Как раз интересный момент то, что противоречия с Кудрином были у Эльвира Набиулиной как министра экономического развития, поскольку Минек отвечает все-таки прежде всего за развитие и не только за темпы развития, но и за структурные вопросы, то Минек время от времени выступал с инициативами по смягчению как раз кредитно-денежной и бюджетной политики, более активной интервенционистской политики государства, более проактивной промышленной политики. Так что будет очень интересно посмотреть, в какой мере эта позиция, повлияет ли она на политику Центробанка и станет ли Центробанк в большей мере походить по своим задачам на более типичную модель Центробанка или того, что его заменяет, скажем, в США Центробанка нет, там есть Федеральная резервная система, где ставится двойная задача, говорят о так называемом двойном мандате Центробанка, то есть с одной стороны действительно поддержание монетарной стабильности, а с другой стороны создание условий для экономического роста и как минимум поддержания занятости, высокого уровня занятости или роста занятости. Пока что вторая задача для российского Центробанка просто и не ставилась, и это, наверное, одна из проблем, которая приводила ко многим серьезным провалам в нашей экономической политике, то есть то, что, по сути дела, оказались плохо использованными вот эти жирные 2000-е годы предкризисные, когда этот бурный поток нефтедолларов не направлялся в экономику с обоснованием, что экономика все равно не переварит, в общем, у этого были, конечно, основания, и поэтому нужно создавать вот эти вот резервные фонды. И, по сути дела, получается, что мы продавали за рубеж нефть и газ, получали за них доллары и переводили эти доллары назад в США, поскольку основная часть резервных фондов хранится в казначейских обязательствах США, поскольку столь же массового и относительно надежного финансового инструмента в мире просто не существует.